Мы прийдем, встаем, а то колокольчик маленький. Ловушка еще меньше. Ну-ка, давай-давай, ловушечка, смотри его. Участникам мероприятия напомнили, а кому-то и вовсе рассказали впервые о том, какие развлечения были у наших предков. Дети и взрослые вместе оседлались токсена, ходили на ходулях и даже мастерили игрушки. Не иначе, как состоялось путешествие во времени, которое позволило вернуться гостям праздника на несколько столетий назад. Все-таки с ребенком нам было весело, во-первых, во-вторых, это объединяет. Очень много детей, очень много взрослых, все вместе, поэтому весело. Руслан Рафиков, молодой отец, принял участие в большинстве игр праздника. Вместе с сыном они водили хороводы. В других конкурсах ребенок с улыбкой наблюдал за непростыми победами своего отца. Давай, давай, давай! Еще один победитель в битве на стогах с Сеном, но в другой возрастной категории, Матвея Шарчук, рассказал, что праздник надолго останется в его воспоминаниях. Этот праздник мне запомнился тем, что здесь очень приятные люди, с ними приятно играть. Они не ругаются, не пытаются тебя обмануть. Очень приятно было с ними играть. Соревнования и конкурсов было в изобилии. Забрасывать яйца в корзины, убегать от волка в игре гуси-лебеди попробовали многие. Не у всех получалось, однако самое главное – это возможность провести время с пользой. Мне кажется, это очень здорово, что есть возможность для детишек провести активное время, особенно в наше время, когда все заняты гаджетами. Молодым семьям с маленькими детьми было достаточно посидеть в стоге сена и посмотреть за происходящим со стороны. В свою очередь дети получили поток приятных эмоций. Праздник мне понравился, хорошо сделали, очень интересно. Мне понравилось играть, ну, в сене поваляться и в игры разное. Атмосфера праздника, посвященному Дню сена, порадовала гостей музея-заповедника Горки Ленинский своей необычностью. Русские народные забавы с легкостью увлекали людей, а соприкосновения с традициями прошлого вызвали у пришедших улыбки и теплые эмоции. Арсений Аргазянский, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.